Здравствуйте, дорогие шестиклассники! Тема сегодняшнего урока это, ребята, склонение имен существительных, склонение существительных на ия, ий, ия и разносклоняемые существительные. К концу урока, ребята, вы сможете дать ответы на следующие вопросы. Какие существительные имеют особенности при склонении? В чем особенность склонения существительных на ия, и, ия? Какие существительные относятся к разносклоняемым и как склоняются существительные во множественном числе? Ребята, давайте-ка вспомним, что такое склонение существительных. Склонение, правильно, это изменение слов по падежам. Сколько склонений у существительных? Правильно, три склонения, вы уже знакомы со склонением. Первое, второе, третье склонение. К первому склонению, вспоминаем, относится существительность женского и мужского рода с окончаниями а-я, например, папа, дядя, страна. Ко второму склонению относятся существительные мужского рода, правильно, ребята, с нулевым окончанием конь, брат. А также среднего рода с окончаниями о-е, окно, солнце. К третьему склонению относится существительность женского рода с мягким знаком на конце, с нулевым окончанием. Ребята, для чего нам надо знать склонение? Склонение надо знать для того, чтобы правильно написать безударное окончание имен существительных. Для этого вам достаточно выучить окончание каждого склонения, и вы сможете их правильно употреблять. Для этого просклоняем существительное первое склонение. Вспомним, какие окончания пишутся у них. Река. Нет чего? Реки. Чему? Реке. Вижу, что? Реку. Доволен чем? Рекой. Думаем о чем? О реке. Обратите внимание, ребята, в родительном падеже у существительных первого склонения пишется окончание и, а в дательном предложенном пишется окончание е. Еще одно слово первого склонения просклоняем. Земля. Нет земли. К чему? К земле. Вижу, что? Землю. Доволен чем? Землей. И думаю о чем? О земле. Также в родительном падеже пишется окончание и, в дательном предложенном пье. А теперь просклоняем существительные второго склонения. Конь и окно. Нет коня, нет окна. Подошел коню, окно. Вижу, кого? Коня. Вижу, что? Окно. Доволен чем? Конем. Доволен окно. Думаю о ком? О коне. О чем? Об окне. У второго склонения, ребята, только в предложенном падеже пишется окончание е. Существительное третьего склонения. Тень. Нет чего? Тени. Чему? К тени. Вижу, что? Тень. Доволен чем? Тенью. И думаю о чем? О тени. У существительных третьего склонения в родительном, дательном, предложенном падеже пишется окончание и. Ребята, запомните, у третьего склонения буква е в окончании не пишется. Итак, ребята, подведем итог. У существительных первого склонения в родительном падеже пишется и, в дательном предложенном пишется е. У второго склонения буква и в окончании не пишется, только в предложенном падеже пишется окончание е. У третьего склонения в родительном, дательном предложенном падежа пишется окончание «и». Ребята, запомните форму родительного падежа множественного числа некоторых существительных. Часто ученики в употреблении данных существительных допускают ошибки. Много чего. Чулок, носков, сапог, много чего. Ботинок, туфель, яблок, макарон, сосисок, полотенец, много чего. Блюдец, окон, земель. А также много чего. Помидоров, баклажанов, консервов, килограммов, обратите внимание, граммов, манатов, джинсов, абрикосов, бананов, апельсинов, лимонов и другие. Запомните форму родительного падежа этих существительных и употребляйте их правильно. Упражнение 282. Закрепим тему. Раскройте скобки и запишите получившееся словосочетание. Килограмм чего. Яблок. Килограмм чего. Картофеля. Килограмм апельсинов. Килограмм черешни. Черешня стоит в единственном числе. Груши. Килограмм груш. Огурцы. Килограмм огурцов. Баклажаны. Килограмм баклажанов. Помидоры. Килограмм помидоров. Лук. Килограмм лука. Вишня. Килограмм вишен. Алыча. Килограмм алычи. Виноград. Килограмм винограда. Абрикосы. Килограмм абрикосов. Также, ребята, постарайтесь запомнить форму родительного падежа данных существительных. Ребятки, в русском языке есть имена существительные, которые имеют особенности при склонении. Это существительные, которые оканчиваются на ие женского рода первого склонения, на ие и и мужского и среднего рода второго склонения. Посмотрим, как они склоняются и в чем их особенность. Экскурсия. Слово оканчивается на ие. Обратите внимание, оканчивается на ие. А окончание я. Нет экскурсии. К чему? К экскурсии. Вижу, что экскурсию. Доволен, чем экскурсией. Думаю, о чем? Об экскурсии. Экскурсии. В родительном, дательном, предложном падеже это существительное имеет окончание и, хотя относится к первому склонению. Санаторий, слово мужского рода, оканчивается на и. У слова санаторий, ребята, в именительном падеже нулевое окончание. Нет санаторий я. К чему? К санаторию. Вижу, что санаторий. Доволен, чем санаторий е. И думаю, о чем? О санатории и. В предложном падеже пишется окончание и. Пособие. Слово оканчивается на и среднего рода. Нет пособий я. Подошел к чему? К пособию. Вижу, что пособие. Доволен, чем? Пособием. И думаю, о чем? О пособии. У существительных второго склонения условно и и пишется окончание и. Но если вы помните, о обычных существительных в предложном падеже пишется окончание е. Так вот, ребята, некоторые существительные имеют особенности при склонении. Существительные второго склонения мужского рода, оканчивающиеся на и, гербарий, гений, алюминий. Среднего рода, оканчивающиеся на и, чтение, обращение, задание, в предложном падеже единственного числа имеют окончание и. Существительные первого склонения женского рода, оканчивающиеся на и, молния, армия, россия, в родительном, дательном, предложном падеже единственного числа имеют окончание и. В этом их особенность. Упражнение 295. Спешите, указывая падеж существительных, выделите окончание, составьте 2-3 предложения с данными словосочетаниями. Встретиться в дельфинарии. Пишем окончание и. В чем? Слово имеет особенности при склонении, оканчивается на и, поэтому пишем букву и. Приступить к исполнению. К чему? Дательный падеж. Добавить во что? В коллекцию. Слово стоит в винительном падеже. Отдыхать в чем? В санатории. Слово имеет особенности при склонении, поэтому пишем букву и в предложенном падеже. Ждать в здании. Слово здание также имеет особенность при склонении. В чем? В здании. В предложенном падеже. Сидеть на чем? На лекции и. Пишем букву и. Слово лекция в предложенном падеже имеет окончание и. Написать в чем? В объявлении и. Слово объявление также будет иметь окончание и, так же, как и предыдущее слово, так как оно особо склоняется. Получить что? Информацию. Винительный падеж. Пишем окончание ю. Ошибка в чем? В окончании и. Окончание пишем и. Предложенный падеж. Слово оканчивается на и. В именительном падеже. Пойти на демонстрацию. На что? Винительный падеж. Находиться в чем? В помещении и. Слово в предложенном падеже имеет окончание и. Составьте 2-3 предложения с данными словосочетаниями. Ребята, в русском языке есть разносклоняемые существительные. Что такое разносклоняемые существительные? Эти существительные при изменении по падежам имеют разные окончания. В родительном, дательном, предложенном падежах они имеют окончание и, как существительные третьего склонения. А в парительном падеже у них окончание е или ем, как у существительных второго склонения. Выучите эти существительные, запомним их склонения. К разносклоняемым относятся, первое, 10 существительных среднего рода на мя. Имя, время, бремя, знамя, пламя, племя, стремя, семя, вымя, темя. Одно существительное мужского рода – путь, а также еще одно существительное среднего рода – дитя. Просклоняем эти существительные и посмотрим. Слово имя в единственном числе. Что имя? Нет чего имени. К чему имени? Вижу имя. Доволен именем? Думаю об имени. В родительном, дательном, предложенном падеже пишется окончание и, как у третьего склонения, а в творительном ем. А еще при склонении слов на мя появляется суффикс ем. Обратите внимание, в единственном числе во всех падежах, кроме именительного и винительного. Имена во множественном числе. Что имена? Нет чего имен. К чему имена? Вижу, что имена. Доволен именами. Думаю об именах. Во всех падежах появляется суффикс ем, ем. Слово путь. Что путь? Нет чего? Пути. К чему пути? Вижу, что путь. Доволен путем. Думаю о пути. В родительном, дательном, предложенном падеже у слова путь окончание и, а в творительном ем. Во множественном числе. Пути. Нет чего? Путей. К чему? Путям. Вижу, что пути. Доволен чем? Путями. И думаю о чем? О путях. Закрепим данную тему. Спешите, раскрывая скобки и указывая падеж существительных. Мы были в пути почти два дня. В чем в пути? Пишем окончание и. В чем? Предложной падежи. В пламени костра ярко горели дрова. В чем? В пламени. Добавляется суффикс ем. Окончание и. Предложной падежи. На государственных знаменах в древности изображались различные животные. На чем? На государственных знаменах. Суффикс ем. Предложный падеж. На уроке истории учитель рассказал о древних племенах. О чем? О древних племенах. Форма предложного падежа. Также, ребята, добавляем суффикс ем. Я спросила о значении ее редкого имени. О значении чего? Имени. Форма родительного падежа. Суффикс ем и окончание и. Всадник приподнялся на стремена и пришпорил коня. На что? Стремена. Винительный падеж. Остается форма без изменения. Мы засеяли грядки. Чем? Семенами. Форма творительного падежа. Ребята, наш урок подходит к концу. Сегодня на уроке вы познакомились со склонением существительных на ие, и, ие. С разносклоняемыми существительными, которые склоняются по-разному. Со склонением существительных во множественном числе и с формой родительного падежа множественного числа некоторых существительных. Я думаю, что вы справитесь успешно с другими заданиями. Выполните все задания, которые даны в этих параграфах. Ребята, я хочу напомнить вам о правилах, которые защитят вас от вируса COVID-19. Первое. Не забывайте тщательно мыть руки, следить за чистотой рук. Второе. Выходя на улицу, не забывайте надеть маску. Не трогайте лицо руками. И третье. Держите социальную дистанцию. На этом наш урок окончен. До свидания. До следующих встреч. Здравствуйте, ребята. Тему, которую мы с вами будем сегодня проходить, это последовательность действий. Чтобы решить какой-либо пример, если у вас в примере нет скобок, то первое действие, которое вы должны сделать, если у вас, конечно же, есть какое-то число в определенной степени, вы должны данное число возвести в степень. Затем, если у вас есть знаки умножения или деления, второе действие, которое вы должны сделать, это умножение или деление. После этого, если у вас есть действие сложения или вычитания, вы выполняете данные действия. Если же в вашем примере будут скобки, то вы должны обязательно выполнить действие в скобках. Затем вы должны выполнить знаки умножения или деления. а затем, если у вас содержится действие сложения или вычитания, затем вы должны выполнить эти действия. Давайте рассмотрим следующие примеры. В задании номер один у нас вычислите. Например, в пункте А, если мы посмотрим, то у нас нет возведения в степень, нет скобок, поэтому в данном случае мы будем решать данный пример, вот эти действия будем выполнять последовательно. Теперь давайте рассмотрим пункт А. Минус 14 у нас остается без изменения. Дальше мы знаем, что плюс на минус нам дает минус, пишем минус 9, и плюс на плюс нам дает, ребят, знак плюс, плюс 56. Дальше, минус 14, минус 9, мы знаем, что мы должны сделать, если у нас два числа с одинаковыми знаками, мы должны их прибавить и поставить их общий знак. Минус 14, минус 9 нам дает, ребят, минус 23 плюс 56. И это получается, посмотрите, минус 23 плюс 56, это два числа с разными знаками. Мы должны что сделать? Мы должны от большего числа отнять меньшее число и поставить знак большего. Поэтому мы должны от 56 отнять 23 и поставить знак большего, то есть плюс. Давайте отнимем 56, минус 23 будет 33. Давайте рассмотрим пункт В, здесь равно 25, плюс на минус нам дает минус, минус 72, минус 99, равно 25 минус 72, мы должны от большего отнять меньшее и поставить знак большего, поэтому должно от 72 отнять 25 и поставить знак минус. Получается минус, и отнимаем, давайте столбиком отнимем, минус 25, 2 меньше чем 5, поэтому я занимаю одну единицу, будет 12 минус 5, 7, остается у меня 6, 6 минус 2 будет 4, 47, минус 47 и минус 99. У нас два числа с одинаковыми знаками, поэтому я должна их модули прибавить и поставить их общий знак, поэтому я ставлю здесь знак минус и должны их прибавить. 7 плюс 9 получается 16, 6 пишем 1 в уме, и 4 плюс 9 будет 13, 13 плюс 1 будет 14. У нас получается ответ минус 146. Рассмотрим пункт B, в пункте B у нас здесь минус 36 плюс 78 минус 46, равно. Мы должны от 78 отнять 36, у нас получается 42, 42 минус 46. От большего отнимаем меньше и ставим знак большего, будет минус минус 4. Дальше. И последний пункт G равно минус 29 383 минус 6632 плюс 5976. Смотрите, два числа опять с одинаковым знаками, мы их прибавляем, модули, и ставим их общий знак. Давайте прибавим здесь вот столбиком, прибавляем. 29 383, мы должны прибавить 6632. 3 плюс 2 будет 5, 8 плюс 3 будет 11, 1 пишем 1 в уме, 3 плюс 6 будет 9, 9 плюс 1, 10, 0 пишем 1 в уме, 1 плюс 9 будет 10, 10 плюс 6, 16, 6 пишем 1 в уме, и 1 плюс 2 будет 3. Получается 36 015 минус 36 015, я должна прибавить 5976. Равно. Что мы здесь делаем, ребят? От большего опять отнимаем меньше и ставим знак большего. Я уже сразу поставлю знак минус, и от 36 015 я отниму 5976. Прям здесь я и отниму. Отнимем 5976. Я от 5 не могу отнять 6, поэтому я занимаю одну единичку. Будет 15, 15 минус 6 нам дает 9, здесь тоже занимаю, у меня остается 0, 10 минус 7 будет 3, здесь мы тоже заняли, будет 9, 9 минус 9 будет 0, остается у меня 5, 5 минус 5 будет 0, и 3 пишем. Получается 30 039. Вот мы с вами решили пункт Г. Давайте рассмотрим следующее задание. Задание номер 2. Вычислите. В данном задании у нас тоже нет скобок, поэтому мы будем выполнять действия последовательно. 27 мы должны отнять с 53. Мы должны от 53 отнять 27 и поставить знак минус. Давайте отнимем, я здесь стороночки отниму. 53 мы должны отнять с 27. 3 я не могу отнять, поэтому я занимаю одну единицу, будет 13. 13 минус 7 будет 6. Здесь остается у меня 4, 4 минус 2 будет 2. Получается минус 26 и плюс 42. Я должна от 42 отнять 26. Давайте отнимем. 42 минус 26. Занимаю здесь тоже одну единицу. 12 минус 6 будет 6. Здесь у меня остается 3. 3 минус 2 будет 1. У меня получается ответ 16. Б-пункт 30 минус 36. У нас получается минус 6. Минус 6 плюс 9 будет просто 3. Вот мы с вами сделали задание номер 2. Перейдем к заданию номер 3. Тоже вычислите. Обратите внимание, в данном задании у нас есть уже скобки, знаки умножения и так далее. Давайте решим. Мы сказали, что когда наш пример, наше выражение содержит скобки, сначала мы выполняем наше действие в скобках. Поэтому первое действие у нас будет в скобке, потом знак умножения, а затем знак вычитания. Получается, я здесь напишу А. Первое действие у нас 5 минус 3. Пишем 2 умножить 5 минус 3 у нас будет минус 2 минус 10. Когда мы положительное число умножали на отрицательное число, у нас получалось, ребят, отрицательное число. Поэтому 2 умножить на минус 2 будет минус 4 минус 10. Два числа с одинаковым знаком, поэтому мы их прибавляем, ставим их общий знак. Минус 4 минус 10 будет минус 14. Здесь у нас ответ минус 14. В пункте у нас тоже есть скобки, поэтому первое действие у нас будет в скобках, второе действие, третье и четвертое. Дальше идет все подряд. В 8 плюс 4 минус 2 умноженное 2 минус 8, нам дает минус 6, равно 8 плюс 4 остается. Минус 2 умножаем на минус 6, когда мы два отрицательных числа умножали на друг друга, нам давало положительное число, поэтому будет плюс 12, равно. И 8 плюс 4 будет 12, 12 плюс 12 нам дает 24. Вот мы решили пункт В. Давайте рассмотрим пункт В. В пункте В у нас в скобках есть знак умножения, поэтому будет первое действие, второе действие и третье действие. В 3 умножаем на 5 будет 15 минус 24 плюс минус 7, равно. 15 минус 24 у нас получается минус 9 и плюс на минус нам дает минус минус 7. минус 9, минус 7 нам дает минус 16. Вот так. Получается минус 16. И Г-пункт. В Г-пункте тоже есть скобки. Первое действие, второе действие, третье и четвертое действие. Получается минус 6 умноженное на 4, минус 2 умножаем, открываем скобки, минус 12 плюс 3, нам дает минус 9, равно. Минус 6 умножаем на 4, будет минус 24. Далее, минус 2 мы умножаем на минус 9, два отрицательных числа. Произведением будет положительное число, будет плюс 18. Теперь минус 24 плюс 18 будет минус 6. Вот мы с вами, ребята, сделали задание номер 3. На этом наша тема окончена, ребят. Берегите себя, мойте руки, носите маски. До свидания. Здравствуйте, ребята. Мы с вами сегодня продолжаем говорить про взаимодействие. На прошлом уроке мы говорили про гравитационное взаимодействие. Сегодняшняя наша тема – электрическое взаимодействие. Вы наверняка сталкивались вот с таким случаем, что резиновые шарики притягивают к себе разные мелкие предметы. Волосы, например, притягивают одежду, какие-то пылинки. Мы с вами таких примеров можем провести достаточно много. Если вы, например, шерстяную или какую-то синтетическую вещь снимаете через голову, у вас эта вещь трется о ваши волосы, и эта вещь может притягиваться. Или вы можете услышать такое потрескивание, вас может немножечко покалывать. Если вы в темноте снимаете вещи, вы можете увидеть даже маленькие искорки. Еще где мы с вами сталкиваемся, например, с электризацией, с понятием наэлектризованных каких-то тел. Если вы идете по полу и своими подошвами третесь о ковер, в этом случае и ковер, и ваша подошва будут наэлектризовываться, то есть притягивать к себе какие-то мелкие предметы. Если мы возьмем стеклянную палочку, потрем о какую-то ткань, поднесем к очень тоненькой струйке воды, мы с вами увидим, что эта струйка воды от нашей палочки будет отклоняться. Если у нас телевизор даже не работает, и вы поднесете руку к телевизору, вы услышите какой-то треск и почувствуете определенное притяжение. Это так называемое статическое электричество, то есть наэлектризованные тела. Расческой пластмассовой, особенно девочки, наверное, обращали внимание, у кого длинные волосы, что волосы поднимаются за нашей расческой. И если мы к этой расческе потом поднесем какие-то мелкие предметы, они будут к нашей расческе притягиваться. Это обязательно, понятие электризации надо учитывать, когда жидкости двигаются по трубе, особенно если жидкости горючие, например, бензин. Когда бензин идет по трубе, происходит трение между трубой и самой жидкостью бензина, могут возникнуть электрические заряды, то есть явление электризации, и может образоваться искорка, и горючее вещество может загореться. Поэтому скорость движения горючих веществ по трубе, они обязательно должны быть фиксированы. С понятием электризации, как вы поняли, вы в жизни сталкиваетесь буквально на каждом шагу. Вот если вы сейчас сидите, меня слушаете и ерзаете на стуле, например, или на кресле сидите и двигаетесь, то между вами и стулом происходит трение, то есть электризация. Вы сейчас электризуетесь, и ваш стул тоже будет электризоваться. Давайте приведем такой пример. Возьмем тот же самый шарик резиновый, мы с вами его наэлектризуем, ну каким образом? А волосы свои потрем, или отряпочку какую-то потрем, и поднесем какие-то мелкие предметы. Например, бумажки насыпем на стол. Мы с вами увидим, не касаясь шариком стола, эти бумажки начинают к шарику притягиваться. Обратили внимание, как они поднимаются туда? Такой же опыт вы можете провести, вы наверняка в школе делали так. Взяли ручку, потерли о волосы, потом мелкие бумажечки насыпали, и не касаясь бумажечек, к ручке они начинают притягивать. Такое взаимодействие называется электрическое взаимодействие. И такое явление будет называться электризацией. При трении тела друг об друга возникают электрические заряды на поверхности этих тел, которые являются одной из важнейших свойств этого вещества. В этом случае говорят, что тела электризуются. Ребятки, электрические заряды создают вокруг себя электрическое поле. Мы же с вами говорили, что мы даже не касались каких-то предметов, но эти предметы притягивались, например, к наэлектризованному телу. Значит, вокруг существует что-то, и вот это что-то будет называться электрическим полем. Электрическое поле является одним из видов физических полей. На прошлом уроке мы говорили гравитационное поле, сегодня электрическое поле. Это все, что происходит без соприкосновения между телами. И оно оказывает действие на расстоянии, без соприкосновения друг с другом, каких-то наэлектризованных тел или частей одного и того же тела. Ребятки, давайте посмотрим, а какие у нас бывают заряды. Существует два вида электрических зарядов. Они называются положительные и отрицательные. Все, что вокруг нас существует, состоит из зарядов. Из двух видов, те, которые мы с вами нарисовали сейчас здесь. Вы в тетрадочке обязательно себе нарисуете и напишите название этих зарядов. Если заряды у нас одинаковые, например, два отрицательных или два положительных, такие заряды называются одноименные. А если заряды разные, один положительный, один отрицательный, такие заряды будут называться разноименные. Если заряды одноименные, то есть два минуса или два плюса, обратите внимание, они между собой будут отталкиваться. Если заряды разноименные, то есть один плюс, один минус, они между собой будут притягиваться. Этот рисуночек у вас обязательно должен быть в тетради. Давайте проведем такой опыт. Возьмем два шарика, надуем. Подвесим их на шелковых ниточках отдельно друг от друга на каком-то расстоянии. Ребятки, мы с вами сказали, что все тела состоят из зарядов, и наши шарики в том числе. Но эти шарики недоэлектризованные, они электронейтральные. Почему? Потому что количество плюсов и минусов в каждом шарике будет одинаковое. Ну, для примера, посмотрите, у нас синий шарик 3 плюса, 3 минуса, в результате получается 0, то есть электронейтральный шарик. Второй шарик тоже самое, 3 плюса, 3 минуса, получается электронейтральный. Дальше возьмем шерстяную тряпочку и потрем наши шарики. Посмотрите, что же у нас будет происходить. Эти шарики наэлектризовались, причем посмотрите как, они наэлектризовались одинаково, а мы с вами сказали, одноименные заряды будут отталкиваться. Вот у нас шарики оттолкнулись. Но мы с вами потерли тряпочкой, а что же с тряпочкой произошло? Тряпочка тоже наэлектризовалась, но так как шарики наэлектризовались отрицательным зарядом, тряпочка будет наэлектризована положительным зарядом, потому что при электризации действуют два тела и электризуются именно два тела. Если одно будет заряжено отрицательно, другое обязательно будет заряжено положительно. Давайте проведем следующий эксперимент. Другие возьмем два шарика, опять подвесим на шелковых ниточках на расстоянии друг от друга. Они у нас оба электронейтральные. Посмотрите, количество плюсов-минусов на этих двух шариках было одинаково. Поднесем эти шарики друг к другу и потрем один шарик от другой. Посмотрите, что у нас произошло. Заряды отрицательные и положительные разделились между собой. Что произошло? Количество зарядов отрицательных перешло с красного шарика на синий шарик. Синий шарик зарядился отрицательно, а красный шарик зарядился положительно. А мы с вами сказали, что разноименные заряды между собой будут притягиваться. Такое явление впервые увидел еще в VI веке до н.э. Фалис Милецкий. Он заметил, что к янтарю притягиваются мелкие какие-то отдельные предметы легкие. Янтарь – это окаменелая смола хвойных деревьев, которые росли на земле несколько сотен тысяч лет назад. И поэтому в переводе с греческого языка янтарь означает электрон. Значит, мы с вами говорим про понятие электризации, происходящее от этого слова. Значит, мы с вами сегодня поняли, что существует так называемое электрическое взаимодействие. Электрическое взаимодействие происходит между двумя телами. Какими? Наэлектризованными. Примером наэлектризации, например, является трение. Давайте с вами, ребятки, помнить, что мы с вами живем в период пандемии. Поэтому мы с вирусами должны обязательно бороться. Каким образом мы с вами можем бороться? Только соблюдая чистоту наших рук, надевая маски, проветривая свою комнату и следя за своим здоровьем. Я вам желаю удачи в изучении параграфа и здоровья. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok